Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 17 июня, Православная Церковь совершает память преподобного Мефодия Игумена Пешножского. Преподобный Мефодий еще в молодых летах в числе первых пришел к преподобному Сергию и под руководством сего великого наставника иноческой жизни провел несколько лет. О его родителях, времени и месте рождения ничего не известно. Ревнуя жить в безмолвии, он по благословению преподобного Сергия удалился искать пустынное место. И в глуши дубового леса за рекой Яхромой в 25 верстах от Дмитрова на небольшом возвышении среди болота поставил он себе келью для подвигов отшельничества. В суровом посте и постоянных молитвах текла жизнь преподобного, и его душа все более и более отрешалась от мира тленного и земного, стремясь в страны горние небесные. Но как пламень костра просвечивается даже и через лесную чащу, так и подвижническое житие святого Мефодия не укрыли болота и леса от ревнителей благочестия, которые не замедлили собраться, чтобы под его руководством сделаться достойными будущей награды, обещанной Господом всем верным его последователям. В это время преподобный Сергий, посетив любимого ученика, дал ему совет построить обитель и храм на другом, более сухом и обширном месте, и благословил то самое, где и была основана обитель. Преподобный Мефодий, как послушный сын, исполнил волю наставника. Он сам трудился при строении храма и келий, пеш-нося деревья через речку, которую оттого назвали Пешношею, а за обителю осталось навсегда имя Пешножской. С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. Поселившиеся здесь иноки вели трудолюбивый образ жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нужные для обители работы. Так что эта обитель по преимуществу была обителью трудолюбия. Только частые посты и молитвы разнообразили жизнь пешножских иноков. Сам игумен подавал братьям пример во всем и был между ними первым по подвигам труда, молитвы и поста, и через это самое воспитывал многих благочестивых иноков. Но строгий по отношению к себе преподобный Мефодий был нетребователен и милостив к братьям, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в будущем. По временам преподобный, как любитель безмолвия, удалялся за две версты от обители и здесь уединенно подвязался в молитве. Сюда же приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Потому эта местность названа была беседа. Преподобный Мефодий был погребен в 1392 году в основанной им обители. В день представления его, как видно из составленной в честь его службы, собралось множество народа – старцев, сирот и вдов – оплакивать кончину своего питателя. По рукописным святцам преподобный Мефодий, игумен Пешножской обители, ученик святого Сергия Чудотворца, приставился в лето 6900-е, месяца июня, в 14-й день. Преподобного Мефодия ублажали на Пешножи как святого со дня его кончины, и память его праздновали в обители и в окрестных селениях июня 14-го дня. По другим источникам, преподобный Мефодий представился месяца июня, 4-й день 1392 года, а память празднуется в один день с памятью святителя Мефодия, патриарха Константинопольского. К лику святых преподобный Мефодий причислен на Московском соборе 1549 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Селана, мученика Конкордия, священомученика Астия, епископа Дерахийского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, священомученика Георгия Пресвитера, священомученика Иоанникия, митрополита Черногорска Приморского, священомученика Петра Беляева Пресвитера, празднуется обретение мощей священомученика Петра, архиепископа Воронежского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем теза именинства. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам мир, тишину, здравие и спасение и неоскудевающую помощь во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok